Представьте себе такую ситуацию. Вы покупаете новенький автомобиль от официального дилера, передвигаетесь на нем, получаете удовольствие. Вдруг замечаете маленькую проблемку, что фишки на этом автомобиле в районе головного света начинают плавиться. Вы думаете, блин, ну как-то это ненормально. Обращайтесь к официальному дилеру, на что он вам говорит, подожди, братишка, сейчас все будет нормально. И через неделю вы выходите, а ваша машина горит. Друзья, всем привет! И прямо сейчас вы увидите действительно горячую тему. Друзья, такое может произойти с каждым из нас, поэтому обязательно досмотрите данный видеоролик до конца и учитесь на чужих ошибках. Вот очень важная ситуация. Сейчас я вас познакомлю с владельцем автомобиля, который сгорел, и он нам всю историю расскажет от и до. Послушайте, это видео действительно будет полезным. Друзья, долгожданная весна набирает обороты, а это значит, начинается сезон покупки автомобилей и страхования. Ребята из ОСАГО ГУРУ помогают сделать страховку ОСАГО для авто, не выходя из дома. Заказать страховку просто. Нужно лишь зайти на сайт osago.guru, ссылочку оставляю в описании. Там выбрать свой регион, марку и модель авто, заполнить форму онлайн заказа. В самое короткое время менеджер выйдет на связь с готовым расчетом страховки. Если все устраивает, оплачивайте и получайте полис онлайн. Если что-то непонятно, как заполнить, консультант всегда онлайн. Вы можете прикинуть стоимость прямо на сайте. Делают все необходимые сопутствующие документы, так что вам не придется даже выходить из дома или офиса. Никуда не нужно ездить, все происходит онлайн. Согласитесь, звучит неплохо. Сам делал ОСАГО через ребят на свою Camry 3.5, поэтому смело могу их рекомендовать. Ссылочка на них ждет вас в описании. Мы не будем с вами размазывать кашу по тарелке. Знакомьтесь, Руслан, наш акционер канала. Руслан, очень приятно, что ты отозвался, что ты обратился за помощью. Всегда рад помочь. Руслан, вот давай ребятам расскажем, что у тебя случилось. Купил ты новенький автомобиль, не стал ты его страховать, купил ты его за наличку, передвигался. Рассказывай. Купил я за наличный расчет автомобиль за 953 тысячи. Ездил на нем 7 месяцев, постоянно проходил ТО. Получается, нулевое ТО прошел, первое, второе. Какая-то проблема, всегда обращался к дилеру. 13 января я ехал с Рязани в Москву. Красновогодние праздники закончились. И по пути уже к дому, фактически подъезжая, увидел, что у меня фара одна не работает. Я вышел, заглушил автомобиль, посмотрел, а у меня фишечка вся расплавлена полностью. Открывая вторую фишечку, она только горячая, начала плавиться. Я, соответственно, отсоединил фишки, отсоединил контакты, перемотал все изоленты и поставил ее. На следующий день поехал к дилеру. Ты перемотал изоленты с какой целью? Чтобы они не соприкасались и не искрили. То есть провода уже были голые, то есть они открытые стали? Да, уже были голые, потому что фишечка вся полностью сплавилась. Давай сразу ясность несем. Лампочки, свет головной, ты что-то сам менял, ксенон ты себе ставил. Нет, все было оригинальное. То есть все базовое, как автомобиль купил, так и происходило? Все базовое было, ничего не ставил. Ты приезжаешь к официальному дилеру, на следующий день говоришь, вот проблема, что происходит дальше? Он посмотрел, открыл капот, сделал пару фотографий и сказал, езжайте, через неделю мы вам дадим ответ. На мой вопрос, почему вы не можете сделать сейчас, он мне ответил то, что у нас нет сейчас возможности починить ваш автомобиль. Но при этом они как-то задокументировали вашу встречу? Я просил дать мне заказ на ряд, они сказали, мы заказ на ряд мне даем, если вы хотите его взять, то пишите обращение и через 20-25 дней дадут ответ. Друзья, здесь я не буду вас детально учить, как нужно правильно сделать. Факт в том, что в любом случае вы должны понимать, любое обращение к официальному дилеру должно как-то задокументироваться, особенно в таких ситуациях. Если вдруг у вас что-то происходит с автомобилем, вы понимаете, блин, что-то не так, обязательно документируйте каждую вашу встречу. Потому что в дальнейшем, как выяснится, дилер скажет, что ничего я такого и не говорил. То есть после этого ты уезжаешь от официального дилера, что происходит дальше? Я уезжаю от официального дилера, ставили на неделю машину около подъезда. Проходит неделя, дилер мне не звонит, никто не звонит. То есть ты вообще неделю не ездил, просто машина стояла? Да, просто машина стояла. Я решил самому позвонить и узнать, в чем причина, почему мне не звонят. Когда я позвонил, они сказали то, что извините, мы вам отказываем в ремонте, потому что считаем, что вы влезли в штатную проводку. А влезли это то, что ты открытые провода решил сам заизолировать? Да, заизолировал сам, получается, и это посчитали они, что я влез в штатную проводку. Плюс увидели то, что на лампочке, на второй практически нет ничего такого обгоревшего. А вторая фишечка была полностью цела. То есть они посчитали, что в силу того, что обгорела лампочка, что она не родная, что якобы ты поставил другую. Друзья, при этом, вот честное слово, человеку незачем врать. Он по-честному говорит, вот, ну вы должны понимать, да, не может быть такого, что он в одну лампочку, в одну фару поставил не оригинал, а на другой ездит с оригиналом. Тем более машине всего 7 месяцев, кореец, тут проблем с головным светом-то не бывает. Соответственно, дилер сейчас его уличает, что он врет. Представляете? То есть по телефону они сказали то, что ты, до свидания тебе, ты решил доехать до них сам. Да, через неделю, когда было свободное время, я решил до них доехать. По пути заехал в больницу. Это как раз был первый раз, когда ты после того момента заел автомобиль? Да, это был уже первый раз, когда я заел автомобиль. Поехал в больницу по пути, оставил автомобиль, пошел в больницу. Проходит 5 минут, и мне на телефон приходит сообщение о том, что с вашей машиной что-то не так. Откуда сообщение? Ну, я Пандору себе спутнику поставил сигнализацию. Да, и мне приходит сообщение, что с машиной что-то не так. Я выхожу, она полностью уже пылает, вся в огне. Но при этом ты когда ушел, машина была заглушена. Да, машина была полностью заглушена, все было отключено. Как бы я когда уходил, посмотрел, фары не горят, ничего. Ты вышел, какие были первые впечатления от того, что ты видишь, что вот она моя родная? Я был на самом деле просто в шоке и не знал, что делать. Я подбежал к автомобилю и просто пытался чем-то его снегом закидать. Но в таком шоке стоя, повезло, что под забором находилась станция ПЧС. Они прям быстро подъехали, буквально как я только подошел, прошел может секунд 30. Они сразу приехали и быстро его потушили. И в этой ситуации на самом деле есть один огромный плюс для человека. Вот чем бы не закончилась его история судебная, потому что мы пойдем в суд. Факт в том, что машина сгорела передняя часть, благодаря МЧСовцам. Огромное им спасибо, что оперативно подъехали, потушили. Потому что даже сейчас он может продать свой автомобиль. Посмотреть, в каком он состоянии находится сейчас. Ну ты расскажи просто кратко, что получилось, где у нас начало гореть? Получается, гореть начало вот отсюда. И он начал распространяться полностью по всей территории. Буквально где-то за минуту, за две часть вот эта передняя сгорела полностью. Ага, то есть вот в таком состоянии твой автомобиль оказался буквально через пару минут после... Вот как рассказывает владелец, вот эту машину в таком состоянии готова забрать за 400 тысяч рублей. Ремонт составит вот этого всего дела примерно 300 тысяч рублей. И это вот к слову, смотри, потом будет объявление не бит, не крашен. То есть идеальное состояние. Сколько у тебя пробег был на машине? 20 тысяч. 20 тысяч км. То есть спереди, да, машина, ну видно, что все тотал. Но сзади чисто ласточка, посмотри. Вот так вот смотришь, что действительно машина свежая. Потому что ей по большому счету до момента пожара было 7 месяцев. После того, как автомобиль потушили, что происходило дальше? Меня забрали в службу МЧС и полностью все задокументировали вместе со свидетелями. Что происходило, в какое время и когда. То есть что не было никакого поджога, что автомобиль сам загорелся? Да, что не было никакого поджога, то что автомобиль сам загорелся. После этого они сказали, ну что ждите 20 дней, а не 30 дней и мы вам позвоним. Через 30 дней действительно ровно они позвонили мне, сказали приезжайте, забирайте. Как только я приехал забрал, я мог уже делать экспертизу. То есть забрал что, свидетельство о том, что... Забрал документ, который они мне дали, там все подробно было описано. Машина все это время где находилась? Машина все это время находилась на парковке у меня. Возле дома. То есть ты вызвал эвакуатор и машина уехала к тебе. При этом дилера ты извещал о том, что... Да, конечно, я в тот же день, когда у меня машина сгорела, повез ее сначала к дилеру на Рязанский проспект. Дилер мне начал сразу говорить, что он будет брать плату за то, что машина будет у него просто так стоять и отстаиваться. Я решил, что лучше отвезу ее домой и пусть она стоит около дома. Кто знает, что мог дилер сделать еще с автомобилем. Что-то подсунуть, что-то подменить для того, чтобы сделать меня виноватым. Все верно, друзья. На самом деле на текущий день в нашей стране, по всему миру лучше надеяться на себя. Я сделал все верно. Потому что оставишь там, что-нибудь нахимичат, потом еще опять же тебе будут просто врать, что так и было. Ну вы понимаете. Ну и в итоге сделал я свою экспертизу. Ты обратился к эксперту сначала. Так, приехал эксперт. Во-первых, сколько вообще стоит цена экспертизы такой? Цена экспертизы стоит 40 тысяч. Это самое такое минимум. Офигеть. Офигеть, друзья. 40 тысяч. Так. 40 тысяч просто за то, что он подойдет, все отфоткает. И потом уже на основании фотографии начнет писать по этому делу экспертизу. Он отфоткал. То есть это независимая экспертиза. Он отфоткал. Какой вывод он сделал? Вывод он сделал то, что Киа виновата в том, что они не стали ремонтировать мне автомобиль. На основании того, что это не я должен делать, а они по договору. Ну вот здесь вопрос. Он этот вывод сделал на основании того, что ты ему ранее рассказал, что ты обращался. Я ранее рассчитал, что я к нему обращался, говорю, какая у меня проблема. И они должны были в этот же день устранить неисправность. Либо они должны были оставить у себя этот автомобиль и не отдавать его мне вообще никак. И пока он должен был у них стоять, и там, не знаю, неделю-две, пока они его не починят. Так, хорошо. После этого ты приезжаешь к дилеру с этой экспертизой? После этого, да, приехал к дилеру с этой экспертизой. И они сказали, ну, ждите две недели, мы разберемся. Проходит две недели? Проходит две недели, и они не согласились с этой экспертизой и решили сделать свою. Своя экспертиза тоже за деньги была? Свою экспертизу я пока что ничего не плачу. Но если я проиграю в суде, то я должен буду уплатить порядка 90 тысяч. То есть их экспертиза аналогичная, она стоит уже 90 тысяч рублей. Так, как происходила экспертиза? Она происходила на территории у дилера. Она происходила на территории у дилера. Ее подняли на подъемник, отфотографировали тоже весь передок со всех сторон. А как ее сюда везли? На подъемнике. Ага. А колеса там, что ли, ставили у тебя? Здесь поставили. Взяли некоторые запчасти, которые отвалились, сфоткали в ближнем ракурсе и все. Сколько это времени заняло? Это заняло порядка 30-40 минут. Эксперты очень-очень пытались найти фишки, которые неоригинальные, которые, как они считали, что я сам поставил. То есть они пытались найти любые следы, с помощью которых можно было бы доказать, что ты там что-то нашаманил, и машина сгорела по твоей вине. Да, именно так и есть. Так, на основании экспертизы, сейчас есть уже выводы по этой экспертизе? Выводы нет, на экспертизе прошло, потому что только 4 дня. Экспертиза будет готова через 25 или 20 дней. Но, скорее всего, ты уже понимаешь, что на основании этой экспертизы скажут, что ты виноват. Однозначно. Они скажут, что я виноват, потому что, разговаривая с дилером, он мне сразу дал понять, что мы будем судиться, если ты хочешь до этого дойти. Пытался всеми статическими способами прекратить, чтобы я отозвал заявление свое, которое я им подал, и забрал эту машину и продал ее сам. Друзья, вот вы поймите, да, вот, казалось бы, на самом деле ситуация, с одной стороны, очень редкая, потому что не каждый день там какой-то корейский автомобиль сгорает. Тем не менее, это, ну, заводской брак. То есть, по всем рассказам человека, ну, заводской брак. И самое главное, что он приехал, показал, говорит, вот, пожалуйста. Вот, казалось бы, что мешало дилеру пойти навстречу, загнать машину в ремонт-зону, быстренько все поменять, даже пусть, если бы они ему сказали, слушай, давай, мы тебе там запчасти за свой счет там сделаем, за работу заплати. Ты бы согласился? Конечно, согласился. Почему? Все, вопрос был бы решен. Нет, иди нахрен, просто всячески от тебя отбиваться, и после этого машина сгорела, и сейчас они еще просто с наглым видом доказывают ему то, что он не прав, идем в суд, а мы пойдем в суд. То есть, мы будем в любом случае добиваться. Поэтому, вот я хочу к вам обратиться, если вдруг среди вас есть грамотные юристы, либо те, кто уже оказывался в такой ситуации, проходил всю эту судебную тяжбу, сейчас на экране вы увидите электронную почту. Друзья, пожалуйста, напишите, помогите, поможем человеку вместе с вами, и потом также, если вдруг вы юрист, я вас с удовольствием прорекламирую, расскажу о вас на нашем канале, чтобы люди знали о том, что есть грамотный человек, который всегда может помочь. Давай вернемся чуть назад. Первое твое обращение, что они там говорят тебе, что ты не обращался? Первое мое обращение, дилер всячески пытается теперь меня уверить, что они мне предлагали на платной основе ремонт. Но мне никто ничего не предлагал. Мало того, они, по идее, должны были дать заказ-наряд, и я в нем должен был написать отказ, то, что я отказываюсь от их услуг. Но этого ничего не происходило? Этого ничего не происходило, никто ничего не сделал. Мало того, что они даже заказ-наряд мне не дали. В общем, на данный момент, в середине апреля, будем следить за ситуацией. Руслан, спасибо, что Роскал поделился информацией. Мы постараемся тебе чаще помочь. Если кто-то откликнется, друзья, ну давайте поможем человеку, потому что наш акционер смотрит наш канал, также поддерживает, развиваемся, показывает вам свою ситуацию, хотя не каждый бы согласился бы об этом рассказывать. Поэтому парню нужно помочь, и мы дойдем до суда, посмотрим, придадим это дело глазки. Друзья, вот такая получилась картина. Это, скажем так, первая часть. Мы будем следить за продолжением, потому что в такой ситуации, подчеркиваю, может оказаться каждый. Вы не думайте о том, что вот твоя машинка стоит возле дома, и у тебя все хорошо. Он точно так же думал. Просыпался утром, садился на автомобиль, ездил, передвигался, наслаждался. А потом бах, в один прекрасный момент произошла такая ситуация. Кто-то скажет, а почему он не сделал Каско? А я задавал этот вопрос. Когда он покупал автомобиль, дилер, знаешь, по какой цене ему Каско насчитал? 120 тысяч рублей на Kia Rio, 120 тысяч рублей, когда реально ее можно сделать, там, тысяч за 50, за 60 полную. Поэтому ситуация непростая. Официальный дилер, не какой-то там серый дилер. Что это за официальный дилер, мы чуть позже расскажем. Давайте дождемся от них официальной экспертизы, официального ответа. И когда уже будем готовить все документы в суд, я вам уже придам огласки, скажу, кто этот нехороший человек. В любом случае я не утаиваю. Просто пока что рано говорить и показывать пальцем. Но мы вам все расскажем. Поэтому обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видеоролику, напишите ваш комментарий. Если вам есть чем помочь, мы на связи, ждем вашей помощи. Также подписывайтесь на инстаграм канал, потому что там всегда выходят только свежие новости касаемо наших ближайших видеороликов. Друзья, будьте начеку, не оставляйте, просто так все безалаберно. Вот увидели ситуацию, надо решать, не пускайте все на самотек. У меня на этом пока что все, но это еще не конец. До новых встреч, всем пока-пока.